Субтитры сделал DimaTorzok Ну как, с минимальным шумом каким-то, чтобы стримить, чтобы связать его с ASMR Потому что мой планшет, через который я стримлю, он абсолютно бесшумный, конечно, но он дико греется при этом То есть мне не очень это нравится, но еще он очень-очень дорогой То есть я не вижу смысла его держать вот именно под стримы только Поэтому я решил себе собрать компьютер с минимальным количеством вентиляторов и так далее И, значит, первый момент, то есть я его собрал на базе Ryzen Потому что у меня уже дома есть компьютер с Ryzen Я, в принципе, в курсе делать что-то, как там, то есть на базе AMD Почему Ryzen? Потому что, в принципе, более-менее свежие, да, процессоры Вот, и я выбрал Ryzen 2200G Это простенький процессор, тем не менее, там 4 ядра по 3,5 ГГц на ядро и встроенная видеокарта Плюс его энергопотребление, да, тепловыделение составит 65 Вот, это, в принципе, немного И это, в принципе, немного И для того, чтобы он был максимально, максимально тихим Этот компьютер, я купил специальный блок питания безвентиляторный Вот, который называется Seasonic фирма Вот, он с пассивным охлаждением Его я отдельно, может быть, потом покажу Сейчас, просто он громоздкий, я не хотел его сюда тащить Вот, ну и, значит, на процессор все равно нужно какое-то охлаждение Мой выбор пал на кулер Big White Это модель называется Big White Dark Rock Pro Вот, нет, не про, это просто Dark Rock 3 Вот, смотрите, в чем фишка, ну, на мой взгляд, как это будет все, я еще не знаю, я еще это не устанавливал А фишка в том, что, фишка в том, что здесь массивный, да, массивный кулер, сам по себе кулер, да, радиатор, да, вот, называется кулер А вот это вентилятор, соответственно, то есть некоторые по ошибке называют вентиляторы кулерами, да, это не так В общем, здесь массивный, массивный радиатор И, собственно говоря, тепло от процессора с помощью тепловых трубок Здесь такие, видите, медные тепловые трубки, которые покрыты никелем, вот, покрашены в черный цвет еще И здесь их, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть тепловых трубочек Не знаю, видно вам или нет, сейчас я, наверное, сделаю чуть-чуть получше, чтобы было видно Вот, значит, здесь их шесть штучек этих вот тепловых трубочек И они призваны отводить тепло от процессора От процессора они будут отводить тепло на вот эти вот пластиночки На пластиночки на вот эти вот По сути, по сути, вот эти пластиночки как раз и есть охлаждающим элементом То есть через них продумается воздух А с помощью вот этого большого вентилятора Я вам скажу, что чем больше вентилятор, тем он тише звучит То есть этот специальный вентилятор, он размером 135 миллиметров На толщиной 26, если я не ошибаюсь, миллиметров То есть он очень-очень тихий на минимальных оборотах А это 600 оборотов в минуту Его вообще не слышно То есть его не слышно В принципе, я думаю, что этот процессор с этой видеокартой Хватило бы охлаждения и вот этой просто пластины без вентилятора Но вентилятор пусть будет на самом деле Мне кажется, что просто без других корпусных вентиляторов Будет греться сильно процессор Ну посмотрим, я еще не тестировал эту всю сборку Мне интересно просто вот как сделать компьютер максимально тихий И как он себя поведет, что он будет тянуть до скорых градусов Он будет греться Вот такие вот дела То есть Что еще вам рассказать Кулер прикольный То есть Здесь видите логотип Обе Квайт Это немецкая фирма В общем-то Были варианты разные у меня Я хотел сначала себе купить Кулер от Так, сейчас Я хотел себе сначала заказать Купить кулер от Фирмы Дип Кул Называется он Люцифер В2 Там меня подкупило, что есть тоже большой вентилятор И он начинает свою работу от От 300 оборотов в минуту То есть он еще тише И плюс там больше площадь вот этого вот покрытия радиаторами То есть Он лучше бы охлаждал Но я нигде не смог найти Ни новый, ни бушный такой кулер Вот Поэтому мне пришлось искать другое решение Я еще выбор был на кулер, который Назывался Термал Термал Райт По-моему Как-то так Если я ошибся, вдруг Вы меня сильно не пинаете Я не сильно большой специалист в этом Вот он хороший Называется Махо Или Мачо HR02 То есть там реально Еще больше площадь теплорассеивания За счет того, что там Шире расстояние между пластинами И их больше И за счет этого Он может там работать вообще в пассивном режиме Но я думаю, что ретаться может В принципе Он достаточно так же массивный Вот Но я не решил собрать его Потому что, во-первых Он достаточно дорогой Стоимостью Где-то 100 долларов Но чуть дешевле А во-вторых Он слишком массивный И он не влез, поскорее всего Просто в мой корпус Мне пришлось бы тогда Покупать другой корпус Вот Поэтому я, в принципе Остановился на вот этом Вот На вот этом кулере Я считаю, что в принципе Можно купить Поушную вещь Если это кулер, например То есть что в нем Может выйти из строя Вентилятор Только разве что И то Я купил очень выгодный этот кулер У себя в Харькове С гарантией То есть человеком Попользовался там Буквально 3 Или 4 месяца Ну а цена Получилась реально Где-то на 50% Дешевле, чем Новый кулер Вот Поэтому, в принципе Я доволен Но все равно Он не из дешевых То есть этот кулер Мне вышел Обоженный За 50 долларов Где-то Вот А новый Он, соответственно Стоил Где-то в районе 80-90 долларов То есть В принципе Достаточно Выгодно На мой взгляд Что здесь Есть еще Здесь Есть С ним Вот такая Вот еще Такой Переходничок Монтажное крепление Под АМ4 Так как у меня АМ4 У меня еще была Реальная проблема С поиском кулера Потому что Потому что В общем-то Многие кулеры Под АМ3 плюс Есть А под АМ4 Просто тупо Их нету То есть Надо какой-то Переходник было Поискать И так далее Здесь же В комплекте Сразу Крепления И тут Под АМ4 То есть Давайте Посмотрим Кстати Интересно Давайте Откроем И Поглядим Что здесь Вообще Есть То, что Я даже Не открывал И сейчас Не смотрел Здесь написано Монтажное крепление Для Суслов АМ4 Это здорово И здесь Полностью Инструкция По установке Кулера На материнскую плату Здесь есть Так называемый Backplate Сейчас Наверное Здесь Да Вот Это Backplate Под АМ4 Это Специальная Расширительная Пластинка Устанавливается За материнской Платой И к ней Непосредственно Крепится Чтобы Уменьшить Нагрузку На материнскую Плату Такие Backplate Используют Во всех Практически Кулерах Башенного Типа А это Именно Такой Кулер И есть Все Все Что нужно Есть Человек Его использовал Под Intel И не использовал Даже Эти крепления Абсолютно Потому что Он Не использовал Intel Или Intel Здесь Куча Всяких Гайчиков Всяких Гайчиков Швобочек Видите Вот Они Все Я не думаю Что установка Будет сложная Абсолютно Даже Смотрите Есть Здесь Видите Гаечный Гаечный Глюч Это Здорово Вот Кстати Минус Который Может быть Наверное Это то Что У меня Нет В комплекте Хотя Здесь Отвертка Не нужна Смотрите Здесь Да Здесь Гаечки Здесь Я думаю Что Отвертка Нет Не Нужна И Гаечный Ключ Видите Да В комплекте Есть Это Здорово Всякие Гаечки Шайбочки Здесь Понятны Мы сначала Берем Так Это Есть Есть Известный Английский Но это Не страшно Так как Я английский Знаю Понимаю Вот И Нету Здесь Нет Термопасты Да Комплектной То есть Видимо Человек Термопасту Конечно Использовал Когда Я его Устанавливал Там Первый Раз Три Месяца Назад Но У меня Есть Термопаста Я Недавно Себе Покупал Неплохой Термопаст Для того Чтобы Смазать У меня Высохла Ужина На Ноутболке Высох Высохла Термопаста На Процессоре И На Видеокарте То есть Они Начали Сильно Греться И Ноут Начал Выключаться Просто От Жары И Я Разобрал Его И Смазал И У меня Осталось Покупать Смотрите Что нам Надо Сделать Взять Пластинку Бакплейт Снять Родной Бакплейт Модуль Становочный Для родного Вентилятора Он Пластиковый Если не ошибаюсь Сзади Надо Прикрутить Сзади Не прикрутить А Болтики Засунуть Спереди Перед Процессором Шайбочки Вставить На шайбочке Накрутить Пластиковые Заглушки И Уже Я так понимаю Что на Эти Пластиковые Заглушки Нам надо Насадить На Пластиковые А на На Болтики Через Заглушки Нам надо Насадить Вот Эти Крепления Вот Такие И Получится Что Потом Сверху Как Здесь Показано То есть Фактически Здесь Все Уже Сделано Но Не хватает Только Материнской Платы Вот Посередине Поэтому Я это Сниму Это Конечно Крепление Под Intel И Сюда Я Закреплю Под AMD Backplate Вот Вот Видите Здесь Все Уже Сделано То же Самое Повторить Надо Будет Под AMD Сначала Вот Эта Штука Потом Шайбочки Пластиковые Идут Потом Гаечка Шайбочка Прижимается А сверху Еще Одной Гаечкой Фиксируется Вот Этот Наш Кулер То есть Мы Фиксируем Надежно Потому Что Он Ребята У него Вес Вес Его Где-то В районе Килограмма С вентилятором Со всеми этими Патрахами Он Достаточно Тяжелый И Надо Очень Хорошо Закрепить Чтобы Не было Никаких Перекосов Ничего Чтобы Не дай бог Не выломались Крепления Либо Чтобы Ничего Не повредилось На Материнской Плате Сразу Скажу Что Плата У меня Формата Микробата Икс А Меня Это Не пугает В принципе Но Места Не так Уже Много Я Надеюсь Что У меня Все Устанет Посмотрим Что Еще Вам Рассказать Такого Интересного Наверное Все Я Еще Хочу Замерить Предварительно Температуру Процессора На Стоковом Кулере И Потом Померить Температуру Процессора На Этом Кулере Еще Хотелось Сделать Несколько Тестов Хотелось Бы В пассивном Решиме Посмотреть Сколько Он Будет Греться Насколько Этот Процессор Будет Греться И Посмотреть В Активном Решиме Насколько Будет Шумный Этот Вентилятор И Насколько В общем-то Тоже Будет Греться Процессор Потому Что В принципе Вот Такая Связка У меня Вполне Будет Достаточно Четырех Ядерный Процессор Плюс Встроенная Видеокарта На Вега 8 В принципе Я особо Не собираюсь То есть Мне Компьютер Нужен Для Стримов Чтобы У меня Ничего Не лагало Чтобы У меня Ничего Не тормозило И Для Того Чтобы Я Снимал Видео С Геймплеями Через Переходничок Вот этот Razer Который Я вам Показывал Кстати Уже Вот И Потому Что Мой Планшет Реально Тормозит Вот Когда В принципе Для стримов Планшет Более-менее Годится Но Как только Я начинаю Какое-то Видео Пытаться Записывать С HDMI Вот Этого Вот Моего HDMI Платы Захвата То У меня Начинаются Какие-то Дикые Тормоза Либо Качество Надо Ставить На Минимум А я Не хочу Этого Делать Поэтому Я Решил Заморочиться И Вместо Бланшета Собрать Себе Вот Такой Стационарный Компьютер Причем Мне Кажется Это Будет Намного Лучше Интереснее И В принципе Ну По крайней мере Я люблю Всякую Технику Вы знаете Собирать Мне Кажется Что Почему Бы И Нет Почему Бы Нет Вот Друзья Такие Сегодня Новости Такие Сегодня Новости Вот Увидимся Услышимся Я Надеюсь Что Уже Через Недельку Я Буду Стримить С Нового Компьютера И Он Будет Так Ж Безшумен Как Планшет Но Что Было Приятно С вами Сегодня Увидиться Услышаться Это Ни в коем Случай Никакая Не реклама Потому Что Просто Мне Любопытно С вами Не Любопытно А Мне Приятно Поделиться Такими Хорошими Новостями Вот И Все Потому Что Оптимальный Мой Выбор Был бы Конечно Пал На Новый Кулер Если Если Они Были В наличии Те Которые Я Искал Но Нашел Что Нашел С максимальным С максимальным Как бы Даже Не так С минимальным Уровнем Шума Что Спасибо Друзья За просмотр Всем пока А я Погнал Устанавливать Всем пока